МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ В эфире Гомели, это студия на Пушкина 8, жизнь Гомеля и области в лицах и комментариях. Все самое интересное в ближайшие 40 минут, как на ладони. В конце октября председатель Гомельского облсполкома поручил доработать региональную программу импортозамещения. По мнению Владимира Дворника, предприятиям области необходимо быть более активными и инициативными в освоении новых видов продукции. Сегодня в студии на Пушкина 8 говорим о товарах под брендом «Сделано на Гомельщине». Итак, мы начинаем. Я с удовольствием представлю гостей в студии. Сегодня это первый заместитель начальника Главного управления торговли и услуг Гомельского облсполкома Галина Горбачевская. Галина Николаевна, добрый день. Вас не просим. Ректор Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации, доктор экономических наук, профессор Светлана Лебедева. Светлана Николаевна, здравствуйте. Директор открытого акционерного общества «Коминтерн» Петр Афонченко. Петр Иванович, рад видеть. Милости просим. И директор открытого акционерного общества «Диалог» Гомель Ирина Шевелева. Ирина Ивановна, добрый день. Итак, как завоевать любовь покупателя, а вместе с этим и целые рынки? Я так понимаю, это целая наука, да и звучит по большому счету как название хорошего многотомника. Светлана Николаевна, не так ли? Это правда, Александр. Это, наверное, самое сложное – завоевывать рынки. Если просто отвечать на этот вопрос, вот что нужно для успеха, то, наверное, производить такой товар, который хотел бы покупать сам. Реализовывать так товар, так его продавать, чтобы вот именно к тебе так относились, именно так, как ты хочешь, чтобы к тебе относился продавец. И это здорово, и в то же время этого мало. Нужно знать самые передовые технологии продаж. И экономическая наука в этом направлении очень серьезно продвигается. Ну, уже обыденным даже стало для нас применение различных методик мерчендайзинга. Но в то же время наука в этом плане работает и работает. И бенчмаркинг нужно применять очень серьезно. И сейчас появились вообще новые тенденции, которые на стыке психологии потребителя, на стыке даже медицины мы должны уточнять, как степень реакции потребителя на какой-то товар или услугу, как происходит это все. В общем, мастерство продаж – это настоящая наука. Да, да. То есть появилось теперь даже вот в терминологии такой нейромаркетинг, который позволяет отслеживать продавцу психологию потребителя в магазине. Галина Николаевна, подключайтесь к разговору. Насколько за последние лет пять поменялось отношение наших производителей, наших предприятий к этой науке? Вообще смогли ли они ее освоить? Можно увидеть, что самое молодое производство в молочной отрасли – это производство сыров. Оно шагнуло довольно серьезно. И у нас уже в Гомельской области производится не только разнообразие по ассортименту, но и по фасовке, по предложению товара потребителю. Возьмем следующего производителя – «Спартак». Посмотрите, сколько появилось новых торговых марок, которые сегодня интересны и популярны не только у нас в Беларуси, не только в Гомельской области, в Беларуси, но и за пределами. Петр Иванович, подключайтесь к разговору. Какой была эта пятилетка для вашего предприятия? Я так предвижу ответ. Время сложное, но и интересное. Ну, если взять историю, то за прошлую пятилетку премьер-министр вручил лично мне медаль за трудовые заслуги. Я не скажу, что это мои заслуги, конечно, заслуга коллектива. В эту пятилетку, что прошла, президент вручил в октябре месяце прошлого года Орден почета. Это тоже говорит о том высоком уровне производства, который находится сегодня на нашей фабрике. Конечно, этот год, он сложный. Никто не скажет, сложный для всего промышленного потенциала. Ну, как бы направление, которое заданное и президентом Республики Беларусь, и правительством, и Гомельским областполкомом, это, конечно, освоение внешних рынков, которые мы сегодня с успехом это проделываем. Это и направление Туркмении, Таджики, Иран, куда отгрузки были сделаны. Сегодня Европа, занимаемся Прибалтикой. Ну, и, соответственно, конечно, Российской Федерации, не забываем Белорусский рынок. Что радует, создаете и пополняете коллекцию собственной торговой сети? Конечно. Ведь это тоже очень важно. Свою торговую сеть, когда я еще пришел на работу, 13 лет назад был один единственный магазин при фабрике Коминтерн. Сегодня их 15. И буквально недавно, учитывая даже такое тяжелое время, мы купили магазин за 500 тысяч долларов в городе Минске, по проспекту Держинского. Это, конечно, продвигает наш товар. И учитывая еще торговые сети Минторга, Белкопсоюза, конечно, мы расширяем сеть продаж. То есть производитель сегодня должен думать не только о том, как произвести товар, но и о том, как подать и продать. Ну, это основная наша задача. Ирина Ивановна, вы представляете достаточно большую гомелевскую сеть торговых объектов, занимаетесь и розницей, и оптом, что показательно, а значит, по моему мнению, ближе всех сегодня к рядовому потребителю. Насколько поменялось отношение наших производителей к тому, что они делают? Мы являемся как бы связующим мостиком между производителем и конечным потребителем или просто покупателем. И, наверное, мы лучше всех знаем, что сегодня нужно нашему покупателю. Мы это чувствуем. Мы можем это оценить как по качеству, так и по ценовому фактору. Ну, и отвечая на ваш вопрос, что бы можно было, где мы приросли, где мы продвинулись, ну, наверное, я бы прежде всего отметила нашу парфюмерно-косметическую продукцию. Ведь сегодня не секрет, что продукцию Белита Витекс знают не только наши покупатели, она известна далеко и за пределами Белоруссии. Это предприятие Белкосмекс также. Это предприятие Дилис Косметик. Ну, и, конечно, по декоративной косметике я хочу отметить, она сегодня тоже очень достойно представлена предприятиями Релуи Бел. То есть, я хочу сказать, наши предприятия работают. Среди крупных предприятий я бы хотела, конечно, отметить фабрику Купаленко, предприятие Купаленко, наше 8 марта, Оршанский льнокомбинат. И если перечислять, этот список будет очень-очень долгий. Каким товарам белорусского производства доверяете вы и ваши семьи? Именно с таким вопросом на днях на улице областного центра вышел наш народный корреспондент программы «Чудо-людо». Внимание на экран. Ну, а вы думали, что я пройду мимо? Все нормально, замечательно. Добрый день. И к мужу подойду, ко всем подойду. Недавно купили дочки на фабрике. Давайте посмотрим, где у нас дочка. Вот у нас дочка. Как ее зовут? Лилиана. Лилиана, боже мой, красавица. Лилиана, привет. Купили маечку на физкультуру, качество 8 марта. То есть наша гомельская. Да, вот. Устраивает. Да, очень хорошо. Но еще пока не стирали, не знаю, как там дальше будет. Нет, 8 мартовская, отвечаю, нормально. Хорошо. Потому что покупают всегда. И так вещи покупаем, футболочки какие-то. Да, очень носочки тоже покупаем. И эти футболочки. То есть трикотаж. Скажите, а что надо сделать, чтобы на самом деле покупали больше нашего, белорусского? Тогда у нас с вами будут и зарплаты больше, я так понимаю. Может, немножко цены нужно на них снизить? Согласна полностью. Я ждала этого ответа. Мне тут про рекламу, про панаму. Да, а толку рекламу. Если, допустим, люди посмотрят рекламу и все. Но все равно же они зарплату от них не добавятся. Уважаемые те, кто выпускают белорусские товары, давайте мы немножечко... Да, до процентов 10 хотя бы. Вот, снимем цену и будем покупать больше. Спасибо большое. Я помню, вы сказали, там ваш муж. Я иду к нему. Что за журнал? Жены журнал. Жены журнал белорусский или нет? Да. Узнай, что выбирают потребители. Слушайте, такое ощущение, что вы просто сидели и ждали, когда придали. Да, и ждали нас в передачу. Допустим, молочная продукция, мясная продукция, как наш батька сказал, что мы не ушли от еще советских ГОСТов. Мы делаем по ГОСТам еще советского образца. Поэтому, да, как бы еще качество осталось. Потому что в сравнении даже с Россией, там уже они далеко добавки всякие добавляют. В России кушают и покупают все, на самом деле, из очень много белорусских магазинов, они продукты покупают только наши. Ой, ну что ты говоришь? Я тоже так могу. Да, да, наша белорусская собака. Иди, моя куколка, иди, я тебя не боюсь. Красавица моя. Присаживайся, будем разговаривать. Что сделать, чтобы покупали больше белорусских товаров? Как ты считаешь? Ну, наверное, немного улучшить качество, хотя и так оно на уровне. Ну, все зависит от людей, наверное, от того, что кому-то что-то нравится, кому-то не нравится. Значит, надо что сделать? Чтобы нравилось? Всем. Чтобы нравилось всем. А нравилось всем, чтобы было ярче, вкуснее, лучше, наверное. Дешевле. И дешевле. Ты такой умный, как тебя зовут? Артем. Удачи, пока, пока. Тут надо больше рекламу делать. Рекламу? Показывать, да. Чтобы люди понимали, да. Что есть такие вещи. Я, кстати, Артема, согласна, что реклама на самом деле – это двигатель торговли. То есть не так достаточно люди знают о том, что есть хорошие наши. А как вы считаете, вот такое – купляйте белорусское, купляйте белорусское – это будет способствовать покупке товаров? Или, может быть, наоборот, если их… Нет, навязывать не следует. Не навязчиво рекламировать. Да, надо такой формой предоставлять, чтобы это было интересно людям, показывать эту одежду. Может быть, демонстрировать ее. Я абсолютно с вами согласна. Я буду вместе с вами бежать. Ой-ой-ой. А я буду… Ну, давайте, кто быстрее. Итак, бежим и говорим. Одета ли что-нибудь на вас из белорусских товаров? Одета, одета. Одета. Вы довольны? Да. Продолжайте радоваться жизни. В эфире «Гомель» – это студия на «Пушкина-8», и мы продолжаем. Что ж, уважаемые друзья, это была порция позитива и информации от нашего народного корреспондента. Чудо-Люды. Ваши короткие комментарии по увиденному материалу. Все факторы для успеха были названы нашими гомельчанами. Это снижение цены должно присутствовать, повышение качества продукции. А это два ключевых фактора, которые определяют конкурентоспособность продукции. И что очень важно, важно качественно продвигать эту продукцию на внутренние рынки и на внешние рынки. Вот нам легко говорить, думает сейчас Петр Иванович, снижение цены. Да, я считаю, что это фактор непоказательной снижения цены. Самое главное, это как в нашей продукции, это модельное направление и качество. И, в общем-то, сама ткань, из чего сделан этот костюм. Вот мы говорим об импортозамещении. Так сравнить стоимость костюма импортного. Возможно, он и в Китае сделан, но там написано «Мадем Италия». Особенно если модный бренд. Да. Ну, в общем-то, наш костюм максимум стоит 2,5 миллиона такой бизнес-класса. Этот начинается с 4 миллионов. Поэтому, в общем-то, есть резон. Я, как работник торговли, готова с вами поспорить. Да, правильно, говорят, на каждый товар свой покупатель. Но сегодня наше население все-таки больше нацелено на снижение цены. И мы это увидели в репортаже, когда говорят. И мы, как работники торговли, отмечаем рост продаж во время каких-то акционных мероприятий. Я же не сказал, что фактор – это не основное снижение цены. Не основное. Поэтому мы же не говорим о том, что да, наша продукция, если брать нашу продукцию, она рассчитана на всякого покупателя. Конечно, зачем ему одевать в цех костюм бизнес-класса? Он пойдет и более дешевым. Это понятно. И, конечно, он возьмет у нас под комментарием два магазина, которые полноценные товары и которые со скидками. И те люди, которым нужно работать, и общаются с пылью, с грязью, и все, так он пойдет и купит не за полтора миллиона, он купит за 600 тысяч, за 700 тысяч. Это значительная скидка. И тем не менее, наверное, со мной согласитесь, все-таки наши люди сегодня готовы и платить за качественный товар. То есть есть в том числе и белорусского производства одежда, которая не такая дешевая. Тот, кто был за границей, подумает, никогда в жизни не куплю. И тем не менее, многие покупают. Есть и такие примеры. Ну, мы говорим, Александр, о костюме выходного дня, например, продукции выходного дня. Тогда, да, возможно, конечно, за ценой не стоят. А если это чисто по работе, то, конечно, каждый стремится купить такое, чтобы оно и носибельное было, и в то же время не очень дорогое. И в то же время, возвращаясь к моему примеру, вот зашли на проспекте Победы с супругой в один из женских магазинов. Белорусский бренд. Блузка, ну, сложно сказать, это выходного дня или повседневная одежда, да? Блузка стоит полтора миллиона. Это как, нормальная цена? Ну, на самом деле, наверное, Александр, возможно, вы зашли в наш магазин, Алиса. А может быть и нет. А может быть и нет. Но я хочу сказать, на самом деле продается разный товар, да? И очень отрадно слышать, когда покупатели говорят, что когда они бывают за границей, многие видят этот товар, и они удивлены, что в Белоруссии выпускается такой качественный товар. Сегодня мы все находимся в одинаковых условиях. Мы все покупатели. И каждый из нас может купить товар и премиум класса, эконом класса и все, что угодно. Мы сегодня способны это купить. Главное, чтобы у нас было желание и были у нас возможности. Это все понятно. Вопрос в другом. Почему часть людей сегодня выезжает для того, чтобы одеться, а бутыл за границу? Это же ведь проблема? Потому что это часть людей. Это не значит, что выезжают рядовые покупатели. Часть людей выезжает на дешевые рынки Чернигово. Часть людей заказывает дешевые и, может быть, не всегда высококачественные товары через интернет-магазины и с китайских сайтов. А часть людей выезжает в Западную Европу для покупки тех же премиум товаров. Поэтому от чего уезжает покупатель? Покупатель не находит того, что он хочет в том ценовом сегменте, на который он рассчитывает. И все же, если вернуться к нам в регион, где производство налажено лучше всего? Это преимущественно областной центр или же районные центры, небольшие населенные пункты тоже не отстают? Тут есть ли яркие показательные примеры? Вы знаете, концентрация производства. Вот мы говорим областной центр, значит, тут должно быть все сконцентрировано. Я бы так не стала говорить. Опять, давайте рассмотрим. Продовольствие и промышленную группу. Это они продовольственные товары. Производство продовольствия рассредоточено по всей Гомельской области. Возьмем молочную группу. Гомельская мелковита. Где сосредоточена? В городе Гомеле. Но у нас есть мозырьский молочный продукт, который производит сегодня прекрасную молочную продукцию. Производит творог по новым технологиям. И он пользуется спросом. Возьмем Калинкович. Калинка. Знаменитая марка Калинка. Калинковичский мясокомбинат. Тоже развито производство. Туров. Туровский молочный завод. Один, наверное, из самых ярких примеров. Абсолютно. Который производит сегодня продукцию мирового качества, я бы сказала. Я считаю, что все-таки наша продукция будет тогда нашей. Наш костюм будет тогда наш. Когда от нитки до последней пуговицы это будет наша продукция. То есть продукция, произведенная у нас в республике. А когда мы при производстве, ну я прошу прощения, при производстве товаров используем комплектующие иностранного производства. Да, этот товар произведен у нас. И это произвели наши люди. И наши люди заработали эту зарплату. Мы создали этот продукт. Но комплектующие мы использовали импортные. Но это не значит, что нужно все бросить. И давайте будем делать микросхемы, как в Китае, где-нибудь там еще. Нет, каждый должен найти свою нишу в этом плане. Но есть сегодня у нас в Беларуси, в стране, у нас есть резервы для того, чтобы эти комплектующие, ну в частности для швейного производства, производить самим, достаточно высокого качества. Уже, может быть, мне подсказывают, есть вопросы из зала. Предлагаю выслушать, ну и, конечно же, ответить. Зовут меня Гузаревич Марк. И у меня вопрос к Пётру Ивановичу. Скажите, у вас в последнее время, ну периодически, выпускаются новые коллекции брюк, пиджаков, костюмов в целом. Скажите, а когда ожидают следующего выхода новой коллекции и когда она появится в фирменных магазинах города Гомеля? У нас целая линия, которая выпускает молодежную программу и молодежное направление. И они у нас есть постоянно в магазинах. Постоянно. Вот сегодня мы опять получили хорошую ткань. Она прибыла к нам в Турцию, прибыл Китай. И сегодня я только проходил по складу, посмотрел, выпуск этот есть. И уже кто-то сосканировали, пойдут в сеть магазинов, которые еще не успели, наверное, будут тут по месту, по Гомелю продавать. Поэтому надо просто почаще похаживать по магазинам, и вы приобретете то, что захотите. У нас есть еще один вопрос, я знаю. Здравствуйте, меня зовут Гринькова Юля. Я студентка Белорусско-торгово-экономического университета. И я хотела бы задать вопрос абсолютно всем. Скажите, почему сегодня не на всех предприятиях созданы отделы логистики? Я вот как студентка по специальности логистика обучаюсь, и мне бы очень сильно хотелось работать непосредственно по своей специальности. А зачастую могут предложить должности, связанные либо с экономикой в общем, либо с другими отделами коммерческими. Хотелось бы узнать, вообще планируется ли отделов логистики, вообще должность логиста будет ли введена, и ваше мнение на этот счет. Почему такая трудность на сегодняшний день, например, создать логистический центр при таком предприятии, как наше? Мы в основном работаем напрямую с предприятиями, и отгружаем туда в торговлю, в собственную торговую сеть. И такой необходимости нет нам создавать такой центр, и самой логистикой занимаются чисто, как бы, кто занимается распределением транспорта и вывозом этой продукции. И я, как руководитель предприятия, который тоже по большому счету важность этого вопроса понимая, хочу отметить, что сегодня правильно сделать логистику своего товара, правильно вовремя его довести, правильно составить маршрут движения. Это очень важно на самом деле, когда, имея свое оптовое звено, когда поступит товар покупателю, это очень важно. Ну и еще хочу отметить, что практически на всех предприятиях транспортные расходы составляют порядка 5-6%. И сегодня эта задача логиста, по большому счету, как уменьшить этот процент. Поэтому минимизировать свои расходы и уменьшить этот процент. Поэтому вопрос, конечно, преждевременный, и я думаю, что в ближайшее время... Мы к этому все придем. Хотелось бы спросить. В данный момент, приходя в магазин, наши белорусские торговые сети, мы приходим в магазин, я ищу, например, белорусских производителей. То есть мне нужен товар белорусского производителя. Это, в частности, касается вагонки. И я обнаруживаю товары только в Сибири. Ну, производство сибирских производителей. Я прихожу, мне нужен белорусский товар. Если даже мы находим этот товар, то цена значительно выше. Хотя качество белорусских товаров очень высокое. Высокая отпускная цена вследствие высокой себестоимости продукции. Сегодня в этом плане, в общем-то, ведется работа. Почему? Потому что структура себестоимости продукции, она как сложилась в советские времена, так она и не менялась. Насколько целесообразно использовать то или иное оборудование, закладываются средства, закладываются какие-то представительские расходы на содержание управленческого аппарата, излишнюю численность работников и так далее, и так далее. Не говорю про объективные факторы типа энергоресурсов. И все же потребители энергоресурсов не так волнуют. Человек приходит в магазин и думает, но если я куплю белорусское, это должно быть как минимум дешевле процентов на 20? Ну, к сожалению, в данной ситуации, я еще раз говорю, работа ведется, но себестоимость пока оставляет желать лучшего. Я, Александр, могу добавить, потому что работники торговли, они, да, они могут чисто анализом посмотреть, и что-то предложить, или сделать какой-то анализ, или вывод. Но мне, как промышленник, это самое больное место. Для чего? Потому что задача ставится, и когда в совещании проходит нашего губернатора, первая его тема, скажем, это снижение себестоимости, снижение сдержек. И к чему мы, вот, допустим, мы уже 2 или 3 года практически не повышаем цену на свою продукцию. Она идет на одном уровне, потому что мы все время пытаемся снять издержки. И если вот я, когда шел сюда, и 2 дня идут совещания, значит, своего плановика и замы по экономике сказали, чтобы сделали анализ. Хотя он постоянно мне докладывает, да. Так вот, за 9 месяцев текущего года мы снизили себестоимость, выпускаем продукции, на 1,5 миллиарда, почти на 1,6 миллиарда. Это вот в счет этого мы стали проходные на Европу, и, в общем-то, стали сети наводнять. Что ж на этом не ставим точку, продолжим беседу сразу после короткой рекламы. В эфире «Гомель» это студия на Пушкина 8, и мы продолжаем. Ирина Ивановна, давайте поясним нашим зрителям, чтобы было более понятно, какие основные группы товаров можно встретить в сети магазинов «Диалог Гомель». Наше предприятие является оптово-розничным предприятием, и наряду с оптовым звеном наша розничная торговля представлена 8 магазинами. Это магазины, известные как нашим телезрителям, и также и нашим гостям. Это магазины «Панорама», «Олесия», «Ромашка», «Престиж» – это крупные магазины, и магазины более мелких форматов. Группы товаров основные? Значит, очень много поставщиков, и группы товаров совершенно самые различные. Начиная от верхнего и нижнего бельевого трикотажа, швейных изделий, кожгалантереи, парфюмерно-косметических товаров, товаров хозяйственного назначения, посуды, электротоваров, сувениров. Ну, то есть весь спектр, который, в принципе, можно найти, можно найти в наших магазинах. Ирина Ивановна, я так понимаю, что вы, как крупный продавец, заинтересованы в первую очередь в продажах. Конечно. И когда подбираете товары разного ассортимента, вы в первую очередь должны, по идее, думать о том, не белорусское это или зарубежное, о том, будет ли это продаваться. Белорусские товары охотно продаются? Ну, я хочу сказать, когда формируется вообще ассортиментная политика на предприятии, и, конечно, поддерживая местного производителя отечественного, я хочу сказать, что на нашем предприятии продается порядка 74-75% это продукции белорусского производителя. А это говорит только о том, что все-таки продукция это качественная. Если говорить о пресловутой продукции Легпрома, которую периодически мы, покупатели, ругаем за недостаточность, я не знаю, в ассортименте, за, может быть, не самые современные модели, ситуация меняется? Есть ли показательные примеры? Да, конечно, показательные примеры на самом деле есть. Но хотелось бы особо отметить продукцию Оршанского льнокомбината. В общем-то, очень предприятие шагнуло далеко вперед. Они вырабатывают продукцию высокого качества. Именно эта продукция пользуется большим спросом. Слышал я от ваших коллег и про женскую одежду, которая тоже за последнее время шагнула вперед. Появились толковые модели? Конечно. Я хочу сказать, в этом направлении очень здорово вообще поработали предприятия, ну, такого среднего размера, предприятия частной формы собственности. Они более гибкие, они более мобильные. Товар стал, модели стали отшиваться не серийным производством, а по нескольку единиц в размерном ряду. Но и я хочу сказать, и все равно, если брать женскую одежду, проблемы все-таки у нас в этом направлении есть. Сегодня наш Легпром не дает всего размерного ряда. Галина Николаевна, все мы знаем не понаслышке и понаслышке о грандиозных распродажах за рубежом. И так ждем мы покупателей, когда эти распродажи придут в наши магазины. В чем проблема? Почему этот процесс не везде так активно развивается? Для того, чтобы сделать грандиозные распродажи с такими скидками, с уценкой товара на 80%, на 70%, необходимо заинтересованность двух сторон. С одной стороны, производитель либо поставщик, который максимально снизит цену. А с другой стороны, торговая организация, тоже которая снижает свою доходную часть. То есть обе стороны снизили, и у нас получилась большая распродажа. К сожалению, на сегодняшний день пока еще так работать, чтобы вот так сбрасывать товар, для того, чтобы обновлять ассортимент, мы, к сожалению, пока еще не умеем. Но мы учимся. Посмотрите, сколько у нас в этом году, хотя посмотрите, сколько у нас в Гомеле проведено ярмарок, будем так называть их стоковые ярмарки. Мы приглашали, дважды приглашали в Гомель предприятия концерна Беллихпром, которые приезжали к нам и на площади восстания Гомеля реализовывали свою продукцию. Гомель, Скоптово, розничное унитарное предприятие Облтургсоюз трижды устраивали ярмарки, аутлет Маевка, аутлет Школа, по реализации продукции с максимальным снижением торговой надбавки. Но, к сожалению, сегодня так складываются обстоятельства, так складывается экономическая ситуация, что производитель и организация торговли не могут идти на максимальный сброс цены. Понятно. Все-таки нам, покупателям, хочется большего. В чем проблема? Может быть, действительно, производитель немножко недорабатывает, не такой гибкий, как хотелось бы? Это нужно спросить у производителя, почему такие вещи делаются. Что делают западные страны? Они, во-первых, когда выпускают эту продукцию, они делают торговую надбавку до 300%. Когда там часть какую-то покупают, и когда они видят, что уже окупилась у них эта продукция, они начинают сбрасывать. Сначала там на 20%, потом на 50%, а потом на 70%. И в итоге все равно они выиграются, и у них ретабельность может быть там 15-20-30%. Сегодня, если мы начнем делать точно так, учитывая, что за так задорого никто его не купит, а потом еще нужно скидку делать и прочее, ну, наверное, предприятие это будет в глубоком убытке. Вместе с тем я хочу отметить, что у нас уже стало популярным в городе Гомеле проведение единых дней скидок. И когда проводятся эти дни, мы отмечаем, что рост продаж увеличивается до 30%. Даже когда предприятие предлагает небольшие скидки, люди тянутся? Да, конечно, сегодня скидки уже в 10%, они практически не работают. И мы видим, что если делать скидку, то ее нужно делать все-таки значительно. Но ведь есть и другая сторона медали. Сегодня отрасли просто необходимы профессионалы, люди, которые будут заниматься тем, как продвигать и продавать наши товары. Не так ли, Стелина Николаевна? Это очень важный элемент, Александр. Дело в том, что я внимательно слушала практиков, и у науки есть тоже вопросы, и у наших студентов даже есть вопросы и ответы на них, потому что образование – это самая важная составляющая для того, чтобы правильно продавать товар. Мы, по сути, единственный в Беларуси торгово-экономический университет, и в этом направлении мы делаем очень многое. Мы готовим специалистов по различным направлениям. Это коммерческая деятельность, маркетинг, экономика электронного бизнеса. Вот мы вспоминали, что посредством интернет-торговли покупают китайский товар. Но мы уже готовим специалистов, которые способны продавать этот товар путем развития собственного электронного бизнеса. Наш белорусский товар. Конечно, наш белорусский товар. И в этой студии присутствуют студенты, которые в специальности логистика, поэтому они задавали вопросы такие. Хочу сказать, что иногда практики очень узко понимают логистику как таковую. Видят в ней только транспортную составляющую, но есть еще финансовая логистика и даже логистика персонала. И вот как раз логистика и тех специалистов, которых мы готовим, они способны оптимизировать бизнес-процессы на всех цепочках движения финансовых средств, товарно-материальных ценностей и даже персонала. И они могут выявить резервы для снижения себестоимости именно видя все бизнес-процессы. Светлана Николаевна, это хорошо. А на наших предприятиях к новой волне идей готовы? Мы в этом плане очень серьезно работаем тоже. У нас в настоящее время 15 филиалов, кафедр на различных предприятиях города Гомеля и области даже. Самые старейшие такие филиалы, это филиалы, которые размещены на торговых предприятиях. Это Гомельская универсальная база, это Облторгсоюз, это как раз вот ОАО Коминтерн, где работает кафедра мировой национальной экономики в основном, а также кафедра коммерческой деятельности, товароведения. Очень интенсивно они сотрудничают. И мы как раз и думаем о практикоориентированной подготовке специалистов в первую очередь. То есть здесь общий интерес, да? И для студентов это практика, и руководители предприятий могут себе выбирать, присматривать, я так понимаю, да, Петр Иванович, толком специалистов. Так и есть. У нас в отделе внешних связей весь скомплектован с выпускников Торгово-экономического университета. Хочу сказать, что более 7 лет назад мы начали интенсивно работать по созданию филиалов, кафедр. И если приводить пример у АО Коминтерн, то на этом предприятии у нас работал сводный студенческий научный отряд. И 3 человека из этого отряда потом были распределены на это предприятие. Они как раз в то время прорабатывали тему, это было 7 лет назад, прорабатывали тему о необходимости развития фирменной торговли у АО Коминтерн. Может быть, это дало толчок, и руководство прислушалось к мнению студентов. На сегодняшний день это 15 фирменных магазинов у АО Коминтерн. Хорошо, вот вы заговорили по поводу того, что есть дельное предложение от студентов, что называется свежий взгляд, это сверх важно и необходимо. А на других предприятиях уже что-то воплотили в жизнь? Конечно, конечно. Очень многое воплощено в жизнь. И здесь вот, кстати, присутствует начальник отдела инноваций и дистанционных образовательных технологий нашего университета, Андрей Павлович Бабович, кандидат экономических наук, доцент. Он может более подробно рассказать об этом. Создавая филиалы в нашем университете, студенты получают не только практические навыки, работая на предприятиях и в организациях, но это дорога с двухсторонним движением. Дело в том, что руководители таких организаций предоставляют возможность студентам выполнять конкретные задачи для этих предприятий и организаций. Так, по запросу многих предприятий в городе Гомеле, таких как УАО «Спартак», ювелирные сети, и в Гомельской универсальной базе студенты выполняли ряд научных исследований по изучению рынка, конкурентов, опросов покупателей. Очень интересный метод «Таинственный покупатель» по оценке своего персонала в фирменной торговой сети. Это все помогает и студентам изучить рынок, получить практические навыки, но и практическим работникам дает ценную информацию, которую они используют в дальнейшем своей работе. Кроме этого, сегодня у нас в университете есть уникальная возможность использовать прямо во время лекций и практических занятий видеосвязь, где выступают практические работники, начальники отделов, директора предприятий, и делятся актуальными мнениями по конкретным вопросам продвижения белорусских товаров на рынке не только Республики Беларусь, но и на внешнее. Спасибо. Ведь согласитесь, если не называть проблем, не строить планов на будущее, сложно развиваться. Время подводить итоги. У каждого из вас по традиции есть буквально по одной минуте эфирного времени. Пожалуйста. Ну, если говорить о том, где мы недорабатываем, о плюсах я уже сказала, где мы недорабатываем, все-таки хотелось бы обратиться в адрес производителей. Мы очень часто бываем на художественных советах фабрик-производителей Белл-Легпрома и видим прекраснейшие модели, которые разработаны модельерами-художниками, которые отшиты. К сожалению, эти модели лишь доходят 40-50% на прилавок. И это может быть даже с опозданием. Поэтому производители должны сегодня сами быть заинтересованы в том, чтобы вовремя положить качественный товар. Сегодня мы еще видим небольшое на отдельных предприятиях, небольшое несоответствие цены и качества товара. Есть над чем работать. Есть над чем работать, да. Петр Иванович, буквально коротко. Мы стараемся себя держать в тонусе. Так на нас могут только повлиять или внешние, или внутренние какие-то ситуации. Например, на сегодняшний день взять вот эти курсовые разницы, где была огромная потеря финансовых средств. А так мы пытаемся решать это по месту. Модернизируемся за последнюю пятилетку. Каждый год мы тратили по 10 миллиардов собственных средств, не используя кредиты, для обновления своего производственного цикла. Костюмами белорусов обеспечить. Да. Сто процентов даже за пределами и в Европу тоже. Спасибо. Светлана Николаевна. Мне хочется сказать, что для того, чтобы интенсивно развивать деятельность и реализовывать программу импортозамещения, вот как раз очень важна интеграция производства, торговли и образования. Мы готовы повышать квалификацию торговых работников. Мы готовы обучить их самым передовым инновационным технологиям в области рекламы, в области мерчендайзинга, в области создания различных матриц, которые сейчас крайне необходимы для продвижения товаров. И готовы всему передовому научить работников торговли и промышленности. В партнерстве успех. Однозначно. Галина Николаевна. Я хочу поддержать Светлана Николаевна. Абсолютно полностью с ней согласна, что здесь только в полной взаимосвязи между производством торговли и при поддержке образования мы можем достичь каких-то результатов. Ориентируясь на конечного потребителя, предлагая тот товар, который хочет видеть потребитель, в том ценовом сегменте, который устраивает потребителя, и так, чтобы потребитель хотел купить его. в торговые сети. Для этого мы будем благодарны, если вы нас обучите. Итак, это были наши выводы. Сделайте свои. На этом ставим точку. До встречи в эфире. Пока. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ